Первый месяц зимы оказался практически без снега, поэтому новогоднее настроение жителям пришлось создавать самим. В этом году горожане постарались украсить территории перед своими домами яркими инсталляциями и гирляндами. В администрации Владикавказа также даже провели конкурс на лучшее оформление. Номинации было три, лучших определяли среди коммерческих зданий, многоквартирных и частных домов. Чем отличились победители в материале Алины Хасцаевой. Дом на улице Тургеневской в эти новогодние праздники стал центром притяжения. Сказочная атмосфера радовала и взрослых, и детей. Все праздничные украшения Руслан Касаев сделал своими руками. Помогли и соседи. Их старания не остались без внимания. Они стали победителями городского конкурса в номинации «Лучшее оформление частного дома». Когда мы украшали свой дом в прошлом году, просто времени не хватило, и эта идея осталась на этот год. И вот решили в этом году уже доделать это. Всю конструкцию, все, что связано с конструкцией, с электрикой, со всем остальным, это все сам делал. А вот то, что касается помочь поставить, завязать это все, соседи мне помогали. Приятно, что нас отметили и что нас наградили дипломом. Украсили свои дворы к Новому году и жители многоэтажек. Уютное праздничное оформление особо радовало глаз жильцов многоквартирного дома на улице Ларионова. Взрослые сделали все, чтобы создать новогоднее настроение и себе, и детям. Жители этого дома стали победителями в номинации «Лучшее новогоднее оформление многоквартирного дома». А в номинации «Лучшее оформление зданий коммерческих структур» победителем стал салон сотовой связи. Мы подвели в выходящем еще году итоги конкурса. Просто ждали момента торжественного, когда мы сможем отметить победителей. Люди именно работали, старались. Многие на протяжении нескольких недель оформляли, да, оформляли свои заведения, свои дворы, дома. И нам очень было приятно, что люди стараются подарить праздник не только себе, но и окружающим своей работой. Что это сделано не где-то внутри, чтобы это не было видно, а это сделано на виду у всего города и радует всех горожан. Победителям конкурса вручили дипломы и денежные премии. По словам организаторов, участников с каждым годом все больше. А оформление становится краше и интереснее. В администрации города говорят, красиво оформить двор и фасад своего дома становится доброй новогодней традицией. Алина Хасцаева, Александр Левченко, Новости Осетии.